Основы семейного життя будут выучать старшоклассники у белорусских школах. В программе нового факультатива молодцы расскажут, как выбирать будущего партнера и как избегать семейных конфликтов. Докладные отказы на это вопрос ведут семейные пары с великим стажем, которым удалось заховать отношения на протягу постаходца. Об сокрытых счастливого шлюбу у золотых и бриллиантовых юбиляров испытала Ганна Корольчук. Познайомились на дне народжения и поженились простые дни. И то только из-за того, что довелось очекать свою очередь в ЗАГСе. Все не такое уявить складано, али Василий и Тамара прожили в счастливом шлюбе 50 годов. Урочистая церемония золотого веселя стала для юбиляров сюрпризом от детей. До самого начала яны про подарунок и не догадывались. Але, як переступили порог ЗАГСа, одразу стали вспоминать, с чего почалась история их кахання. Платьица в горошках, бусы такие прекрасные, хорошо готовит, хорошо танцует, хорошо поет. Так понравилось. Ну, думаю, это то, что мне надо, это моя любимая женщина. И я ее как-то сразу полюбил. Вот я пришел домой и не спится, тянет обратно. Ну, уже было поздно. Думаю, на завтра пойду и скажу. Пришел, а боюсь сказать, как-то холодок такой, что-то во рту не ходит, язык не поворачивался. Это потом набрал, но все-таки мужик набрался сил и говорю, будьте моей женой. За 50 годов юбиляры выхывали двух сынов и трех внуков. На пытание об сокрытии семейного счастья отказывают, что головное – взаиморазумение. Яны, как кажут с одного теста, идут по житте одной дорогой и разумеют один одного спауслова. На свято собрались они только родные сябры коньковых, а ле и представники районной организации Белорусского союза Жанчин и предприемства Гомельш-Палеры, где Василь працевал 25 годов. До их с подарунками и веншаваньями долучились выхованцы Гомельского детячего дома. Еще больше великий юбилей – 60 годов суместного життя – отзначили Раиса и Сталянтин, и Саковичи. У этой пары все было по-иншому. Будучи выкладчики физики, познайомились на первом курсе в Гомельском педагогическом институте. Дякуючи громадской праце у комсомольской организации, шмат часу проводили разом и посебровали. Зосим разные внешние по характеру – веселая, гарезная Раиса и серьезный, солидный Сталянтин. Приглядалися один до одного – пять годов, а по закончению института поженились. Организовали урочистое бриллиантовое веселье сына Исаковича, які выступили для своих батьков в роли гоноровых святков. У Раисы и Сталянтина, кроме того, есть трое внуков и двое правнуков, а так само сотни вучнев, яких они не только учили физицы, а и выховывали, как родных детей. Раиса пошла на пенсию только в 63, а ее муж – в 75. До просьбы дать параду молодым парам обо два подыходят грунтовно, як саправдная педагоги. Не в деньгах счастье. Счастье в хороших отношениях, в заботе друг о друге. Счастье в любви семье. Семья – это вообще хорошая, дружная семья – это счастье. Так, вы знаете, главное быть, значит, добрым, отживчивым, так, внимательным друг к другу, вот, любить друг друга. Ну, и это счастье. Ганна Каральчук, Василий Осипцов, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». Игорь Марышенко, Т.Горелова, 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 Т.Гор